Ежегодный европейский клубный женский баскетбольный турнир впервые был сыгран еще в 2002 году. В 2006 обладателем Европейского кубка была команда «Спарта-НК». С тех пор многое изменилось, и чтобы повторить успех в 12-летней давности, команде предстоит приложить немало усилий. Соперники видновчан – Сёдор Телье, одна из самых титулованных шведских команд. Достаточно сказать, что она становилась чемпионом страны 12 раз. Шведы традиционно славятся быстрым подвижным баскетболом, для которого характерны активные перемещения в защите, мгновенные контратаки, частые передачи по периметру. Наша команда приняла такой темп, и первая четверть игры на равных закончилась со счетом 16-17. Мы потихонечку-потихонечку нащупываем свою игру, но еще недостаточный, конечно, процент попадания для того, чтобы победить из своих ситуаций, абсолютно мы не реализуем пока. Во второй четверти обе команды нарастили темп. К сожалению, по-прежнему многие атаки «Спарта» и «НК» не заканчивались продуктивными бросками. Но и соперники не могли похвастаться высокой результативностью. Тем не менее, спортсменки из «Видного» были более удачливы, и к большому перерыву наша команда смогла создать отрыв в 9 очков. В большом перерыве традиционно проводится розыгрыш лотереи. Зрители, которым улыбнулась удача, смогли получить атрибутику и сувениры с символикой команды «Спарта-НК». Поздравляю вас всей души! Получайте ваши улыбки, меняйтесь на билетики и монографируйтесь над годом с вами! Третьей четверти игры «Спарта-НК» продолжила наращивать преимущества. При этом надо отметить, что игра стала более жесткой. Штрафные назначались довольно часто. Эту часть игры команда закончила со счетом 50-38 в пользу россиян. Позже главный тренер «Шведов» признался, что рад встрече в Еврокубке со столь сильной командой, как «Видновская». Это мечта. Мы мечтали приехать сюда и сыграть со «Спарта-НК», потому что это сильная команда, со своей неповторимой игрой, особой тактикой. Мы рады, что в самом начале Кубка Европы смогли встретиться с ними на этой прекрасной арене в «Видном». И для нас это был очень, очень важный опыт. Заключительной части игры подопечные Сергея Данилина, видимо, полностью считав тактику шведов, сохранили высокий темп. Попытки хоть сколько-нибудь приблизиться к результату россиянок неизменно наталкивались на уверенную оборону. Игра закончилась уверенной победой команды из «Видного» 73-56. Это была наша первая игра в Еврокубке. Я думаю, мы с ней справились очень хорошо. И я думаю, что мы также продолжим, потому что это очень сильные команды в Европе. Конечно, мы должны с ними бороться. Это наш уровень. Следующий домашний матч команды «Спарта-НК» состоится 4 ноября в рамках чемпионата России. Они сыграют с командой УГМК «Екатеринбург». Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.